Здравствуйте! Добро пожаловать на урок самопознания. Предлагаю вам начать наш урок с вдохновляющего четверостишья. Красиво жить не просто звук пустой, лишь тот, кто в мире красоту умножил, трудом, борьбой, тот жизнь красиво прожил, воистину увенчан красотой. Сегодня мы с вами продолжаем изучать тему красота человеческой души. Цитатой урока является народная мудрость «Красивый человек не тот, у кого сильное тело, а тот, у кого красивая душа». Как вы понимаете смысл данного высказывания? Предлагаю вам послушать сказку «Доброе сердце». Жила в одной стране девочка-сирота, звали ее Зубайда. Она была маленького роста, все ее лицо было в шрамах от оспы, а нос длинный и острый, рот большой и уши – два больших лопуха. Если кто глянет на Зубайду, то сразу отвернется, даже собаки убегали от нее, поджав хвосты. Решила уйти девочка подальше от всех, высоко в горы. Через некоторое время своего путешествия оказалась Зубайда в дремучем лесу и обрадовалась. «Вот и хорошо! Теперь уж никто не сможет увидеть мое лицо!» Девочка дошла до речки. Это была стремительная горная река. Ее сверкающие брызги громко шумели, а длинные покачивающиеся водоросли плавно изгибались в воде, словно напевали мелодию. Зубайда долго слушала эту музыку, потом наполнила кушин водой и медленно побрела дальше. Вскоре постричался ей медвежонок. Он сильно хромал. Взглянула девочка на лапу и увидела большую занозу. Аккуратно Зубайда вытащила занозу, промыла ранку водой из речки, и медвежонок перестал хромать. Тогда он достал из-за тепла меду и стал угощать свою спасительницу. Едва Зубайда сделала несколько глотков вкусного меда, как рот ее стал маленьким и алым, как бутон, а уши маленькими и розовыми, как раковины. Но девочка ничего не заметила и пошла дальше. Попался ей засыхающий цветок. Головка поникла, листья висели, как лохмотья. Полила Зубайда его водой из кувшина, и цветок ожил. Девочка вдохнула аромат спасенного цветка, и ее длинный-предлинный нос вдруг превратился в прямой и красивый носик. Потом ей встретился олень, у которого слезились глаза. Зубайда промыла их водой из кувшина, а он из благодарности стал лизать ее лицо. Тогда пропали все следы от оспы, глаза заблестели. Вдруг с дерева слетел фазан и попросил у девочки напиться. Зубайда напоила птицу, а она превратилась в прекрасного юношу-принца. Принц сказал «Спасибо тебе, красавица, за твое доброе сердце». Заплакала Зубайда от этих слов. Она подумала, что смеется над ней принц. Взял он тогда ее за руку и повел к реке. Взглянула девочка на свое отражение и не узнала в нем себя. Из реки смотрела на нее прекрасная девушка. Душевная красота Зубайды изменила ее внешность. Давайте поразмышляем, что изменила внешность девочки. Как вы думаете, у каждого человека есть доброе сердце? Поясните ответ. Какого человека вы можете назвать красивым? Расскажите о нем. Доброе сердце – это когда ты неравнодушен к проблемам других. Да, может быть не всегда есть возможность помочь материально, но всегда есть возможность помочь морально, словом или делом. В наше время есть много людей, про которых можно с легкостью сказать «У него доброе сердце». Это те, кто, не задумываясь, протягивает руку помощи всем людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, нуждающимся в защите, любви и понимании. Хочется, чтобы про любого человека можно было сказать «У него доброе сердце», чтобы каждый умел отдавать частицу тепла и любви своего сердца другим. Что может быть лучше, чем жить, неся людям свет, сея добро и даря любовь? Доброта неразрывно связана с красотой. Эта глубокая связь хорошего и красивого проявляется на каждом шагу – в благородных делах и поступках, в чистых помыслах, в умении человека видеть прекрасное в людях и окружающем мире, прекрасная добрая мысль человека и его добрый поступок. Восточная мудрость гласит «Настоящая красота живет в сердце, отражается в глазах и проявляется в поступках». Любовь и доброта в сердце – это величайшее сокровище, самое лучшее проявление духовной красоты человека. Доброе и любящее сердце – это сад, где растут добрые мысли, добрые слова и добрые дела. Постоянно заботитесь о своем саде и берегите его от сорняков, заполните его светом добрых слов и добрых дел. А теперь я предлагаю вам посмотреть небольшое видео. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Они станут творчесNew Deux Играет музыка Играет музыка Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok А теперь, чтобы закрепить все, о чем мы с вами говорили, предлагаю приступить к творческой деятельности. Задание первое. Прочитайте мудрые высказывания и выберите понравившиеся, объясните их смысл. Красота заключается не в том, чтобы иметь красивое лицо, а в том, чтобы иметь красивые мысли, красивое сердце и красивую душу. Антон Павлович Чехов. Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Паула Коэлья. Доброе – это прекрасное в действии. Жан-Джак Руссо. Задание два. Прочитайте имена людей, которые изображены в иллюстрациях. Ответьте на вопросы. Что вы о них знаете? Объясните, почему человечество восхищалось их жизнью? В чем заключалась их истинная красота? Мы с вами продолжаем работать над проектом «Добро начинается с меня». Сделайте сообщение о людях, для которых бескорыстная помощь, милосердие, отзывчивость, чуткость и щедрое сердце – не просто слова, а смысл жизни. Расскажите о послах доброй воли в Казахстане и мире. Расскажите о музыкантах, писателях, ученых, политиках, которые внесли вклад в развитие идеи доброты в нашем мире, о деятельности которых мир становится светлее и добрее. Внешняя красота человека заключена в его индивидуальности. Внутренняя же красота – в отношении его к другим людям, его поступках, мыслях и потребностях. Каждый человек может делать добро, и вы можете творить добро. Помните, каждое принесенное в этот мир добро возвращается душевным теплом. До новых встреч на уроках самопознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова